В поселке Купинск Узловой Харьковской области сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, который оказался российским военным. Об этом сообщили в нацполиции Харьковской области. Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России после деоккупации скрывался на территории Купинского района. Он попался при обычной проверке документов. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили область, он полгода прятался в заброшенных зданиях в разных населенных пунктах района. И с нами на связи Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Хотели бы начать наш разговор с оперативной обстановки в Харьковском регионе, на Лимано-Купинском направлении, в населенных пунктах, которые считаются серой зоной, на территории которых ведутся активные боевые действия. Что сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста. У нас по Купинскому направлению, в направлении Двуречной и села Грянекивка, русские пытались провести какие-то действия наступательного характера, но получили достойный отпор и отступили с утратами. Именно с этого села у нас удалось забрать двух раненых гражданских, которые получили ранения ранее, но скорые не могли туда просто физически заехать. В целом по региону за прошедшие сутки было обстреляно по меньшей мере 12 населенных пунктов, и это были не единоразовые обстрелы, но исходя, например, из Волчанска, то только в Волчанске у нас ночью был прилет по пожарной части, к счастью, без пострадавших, минусок на двери ворота. Ну и, к сожалению, вот в районе 9.50-10 утра был повторный обстрел, попадание в фасад пожарной части, уничтожены, пострадали пять машин аварийно-спасательных, цистерны, лестницы. И женщина, которая находилась гражданская, рядом просто сидела в своей машине, она, к сожалению, на месте скончалась. Ну, тела погибших в результате ракетного удара 23 февраля по администрации двуречанской общины до сих пор находятся, я знаю, под завалами. Их достать из-за постоянных обстрелов, от которых страдает двуречная, пока невозможно. В течение текущих суток российская армия нанесла удары по 12 населенным пунктам региона. Есть ли пострадавшие среди мирных жителей? Какая обстановка в приграничных городах и селах, которые находятся под постоянными российскими обстрелами? Если брать в целом за прошедшие сутки, ну и уже сегодня, вот начиная с 8 утра, там до фактически на 12.30, у нас удалось провести эвакуацию немного ранее раненых из Гренекивки, я повторюсь, это двое гражданских, мужчина и женщина. Сегодня одна женщина во время обстрела скончалась в Волчанске. И вот буквально час назад поступила информация, что в Балаклейском районе это село Вовчуяр. Тракторист подорвался на мине, его сейчас доставили уже в больницу в состоянии средней тяжести. Да, часто вот такие сообщения приходят. И вот из Херсонской области тоже приходили сообщения, тоже, что вот начались полевые работы, выехали в поле и подорвались на минах. Скажите, вот эвакуация из горячих точек Харьковской области, выезжают ли люди из прифронтовых населенных пунктов и какое количество детей сейчас живет вот на линии соприкосновения? Смотрите, если говорить про эвакуацию, она фактически после дооккупации ни на один день она не останавливалась, потому что в том или ином виде часть населения хотела покинуть уже там полностью разрушенные дома или выехать к своим близким. Поэтому и силами военной администрации, громад и огромнейшее спасибо волонтерам, людей по одному, по два микроавтобусами. Но в зависимости от количества заявок, то есть это добровольная эвакуация, людей вывозят в том числе, ну фактически сейчас там где-то через день, потому что заявки есть не каждый день. Если мы говорим о детях, то у нас в трех громадах Купенского района была ранее рекомендована обязательная эвакуация, там чуть более 100 людей, которые с проблемами опорно-двигательной системы, они сами не могут перемещаться. И более 700 деток. Частично, но это небольшое количество деток было вывезено согласно согласию их родителей. Но, к сожалению, большинство написали отказы от эвакуации и достаточно большое количество детей, там определенное количество, несколько сотен остаются там. Но пытаемся их переубедить каждый день фактически. И волонтеры, и старосты сел общаются с ними, потому что находиться под этими обстрелами, но детям точно не надо. И живут они, получается, ну практически в подвале целый день. Ни солнечного света не видят, ничего. Да, дети, в принципе, так и говорят, что когда им привозишь еду, они говорят, ну да, мы там полдня в подвале провели, сейчас вышли подышать свежим воздухом, пока не свистит, и идем обратно. И, ну это не то детство, которое должно быть у наших детей, тем более при эвакуации, понятное дело, дается и статус временно перемещения, лица и какая-то финансовая помощь, и людей расселяют. И есть множество волонтерских штабов, которые помогают продуктами питания и медикаментами. Поэтому отказываться от эвакуации, вот в случае, как у нас, это просто нерационально. Зали, хотел бы еще вернуться к вопросам минной опасности. Вот после того, как житель села Снежковки подорвался на лепестке, оставленном российскими оккупантами, специалисты ГСЧС обнаружили вокруг места происшествия еще более 70 таких мин. Вот скажите, когда возобновится масштабное разминирование на освобожденных территориях? Будут ли привлекать дополнительные силы? Мы понимаем, что идет весна, лето, это будет светение, растения будут, да, будет так называемая зеленка, как называют военные. Очень сложно будет тогда проводить разминирование, намного сложнее, чем сейчас. У нас разминирование возобновлять не надо, потому что оно у нас не останавливалось. На территории региона уже на протяжении даже нескольких месяцев, точно не могу сказать какого, наверное, сразу после докупации, работают сведенные отряды фактически со всей территории Украины, саперов. И они пытаются сделать все возможное, чтобы обезопасить гражданское население и помочь с разминированием критической инфраструктуры. Но, как вы видите, если у нас минимум 10 населенных пунктов в день обстреливается, часть снарядов не разрывается, то говорить о каких-либо сроках, когда мы справимся с этим, достаточно рано. Мы только понимаем, что нам понадобится международная поддержка и партнерское, и дополнительное оборудование для аварийно-спасательных бригад, для саперов, для того, чтобы это просто ускорить. Но то, что мы являемся одним из самых загрязненных с точки зрения взрывоопасных объектов в Украине и регионах, это, к сожалению, факт. Наталья, спасибо большое вам за рассказ о том, что происходит, за оперативную информацию. Зрителям напомню, Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета, была в нашем эфире. Спасибо большое.